Всем привет, это Миша. Сегодня будем гулять с вами по Денверу. Ну и такая прогулка у нас будет полувиртуальная, поскольку, ну, записал видео я, собственно, когда гулял, а звук уже накладываю потом. Дело в том, что я был не один, мы разговаривали, ну и, соответственно, было не до комментирования происходящего вокруг. Ну да ладно. Значит, что касается Денвера. Денвер это столица штата Колорадо, и он называется One Mile City. Почему он так называется? А потому, что он расположен на высоте 1 миля над уровнем моря. При этом, что интересно, среди крупных городов, город Альбукерке в Нью-Мексико, он на 10 метров выше расположен, чем Денвер. Но Альбукерке как бы не сильно ассоциируется с горами, хотя там гора часть пейзажа довольно важная. Вот. А Денвер это как бы, ну, такая горная столица США, ведь люди, которые хотят побывать в горах, зачастую едут именно в Денвер. И, во-первых, рядом есть горные курорты, тот же Аспен, это, ну, наверное, такой богатый, такой знаменитый горный курорт. Вот. Ну, а во-вторых, рядом, буквально там в полутора часах езды от Денвера, есть национальный парк Рокки Маунтенс. И это, ну, главный такой горный национальный парк США, один из самых посещаемых национальных парков США. И, соответственно, Денвер, благодаря вот всем этим особенностям, да, тому, что он находится рядом с очень серьезными высокими горами, он имеет репутацию такой горной столицы, скажем так. Ну, и формально даже, да, это столица Колорадо и крупнейший город этого штата. Одной из известных проблем Денвера являются бездомные. И злые языки поговаривают, что это связано с тем, что Колорадо был первым в США штатом, легализовавшим марихуану. И, соответственно, в этот штат отправились все те, для кого, скажем так, употребление данного вещества было принципиально, да. То есть, я сейчас не хочу вдаваться в подробности относительно того, насколько это вредно и опасно. По крайней мере, наверное, те, кто употребляет это, скажем так, в умеренных каких-то количествах, изредка, да, это одна история. А те, для кого критически важно, чтобы вот она была легальна, чтобы можно было прийти и ее купить на любом углу, ну, это люди, скажем так, определенного свойства. Вот, и, соответственно, в связи с этим картина благополучного города Денвер, она слегка ухудшилась. Тем не менее, надо что отметить, что где-то с 90-го года, ну, 1990-го, население Денвера растет, существенно растет. И сейчас Денвер, это примерно 700 тысяч человек сам город, ну, а агломерация 2,6 миллиона. И это помещает Денвер, ну, куда-то в район, там, 20-го места по населению среди городов США или что-то около того. Ну, а мы тем временем подходим к станции Union Station, это такое культурное пространство, не только станция поезда, но, впрочем, по прямому назначению она тоже используется, поезда там вполне себе ходят. Вокруг станции также расположено значительное число ресторанов, ну, и вообще вот этот район, где она находится, он такой не очень высокий, небоскребы в Денвере есть, но чуть-чуть в другом месте. А здесь в основном такие здания средней этажности, различные рестораны, офисы, ну, в общем, такое довольно приятное, в общем-то, пространство. Вот, как вы видите, вот есть такой популярный в Америке вариант фонтанов, когда можно там побегать. Вот, поскольку в Денвере не так жарко, как в Далласе, там, заразы, наверное, в таком фонтане потенциально меньше. Вот, есть велосипеды прокатные, различные эти скамеечки. В общем, люди могут вполне себе отдыхать в таком месте. Вот, как вы видите, стоят, значит, религиозные проповедники, миссионеры, наверное, да, скорее не проповедники, предлагают бесплатно там прийти и поизучать с ними Библию. Вот, забегая вперед, там не единственная религия, которая набирает, скажем так, сторонников, последователей в Денвере на улицах, но до этого мы еще дойдем. Вот, ну и опять же, сбоку, вот, вы видите, справа это ресторан, как бы на улице люди сидят. Кстати, мы так попали не очень удачно, в Денвере было реально жарко, этого не должно было быть, а если что, значит, действие происходит в начале сентября. Кстати, смотрите, интересное здание, вот такие какие-то вертикальные штуки на окнах сделаны, я так и не понял зачем, никогда такого не видел. Если у вас есть мысли, зачем это и что это, пишите в комментарии. Интересной особенностью Денвера, ну, можно сказать, уникальной среди больших американских городов является демографический состав. Обычно в американских больших городах очень высокий процент населения это афроамериканцы, то есть там 30-40%, ну, наверное, чуть ли не минимум для большого города. Однако в Денвере этот процент куда ниже, всего 10% людей, которые здесь живут, это афроамериканцы. Афроамериканцы, и, ну, есть города, допустим, тот же Эль-Пасо, да, где формально вообще практически все белые, но это как бы белые латиноамериканцы. Афроамериканцы, да, а в Денвере порядка 50, даже больше 50% это белые, значит, американцы, не латиноамериканцы, ну, вот где-то 30% это латиноамериканцы. Вот, а вот здесь, смотрите, интересная вещь, мусорка. Здесь лежит бутылка из-под Хеннесси, и она здесь лежит, видимо, потому что человек хотел ее выкинуть в правильную мусорку для перерабатываемого мусора, но в дырочку она не пролезла из-за формы, вот, и человек оставил ее рядом. Ну, вы знаете, наверное, это можно даже считать такой интересной демонстрацией того, что есть Денвер, да, здесь люди пьют на улице коньяк и выкидывают его при этом потом в бутылки в правильные мусорные баки. Ну, вот, как-то специально, нарочно такое не придумаешь, а мне кажется, хорошая демонстрация. Ну, вот еще один велосипед прокатный стоит, и вообще от Денвера, значит, складывается такое немножко двойственное впечатление. С одной стороны, да, все эти вот кафешки, где люди сидят, цветочки, ну, вы видите, довольно такой нарядный город. С другой стороны, опять же, на улицах, ну, встречаются люди, скажем так, которые выглядят несколько стрёмно, да. Понятное дело, что иногда самый жутко выглядящий человек, он на самом деле никакой угрозы не представляет, я не знаю, там, устал просто или еще что-то, но то там, то там видишь людей, которые выглядят, как будто они, скажем так, несколько злоупотребляют определенными веществами. Ну, зато сам город, как видите, красивый, вон, такая парковочка красиво оформленная, там, ну, вот стена вот эта с рисунками, да, вот. Я, кстати, машину именно там поставил, и из-за того, что в этот момент в городе проходит какая-то спортивная игра, значит, в центре парковка вся была дорогая, это 30 долларов мне пришлось заплатить, неважно, сколько у меня там машина, два часа постояла, там, до конца дня, ну, будьте добры, 30 долларов заплатите. Так, я думаю, это стоило, там, на пару часов долларов, там, 5-10, в общем, ну, по-божески, да, но, тем не менее, вот так. Вот, как видите, на улице нельзя курить и выпить, я бы не сказал, что это прям очень популярно в США, так, но, тем не менее, встречается, как бы, в каких-то парках, например, да, особенно, если там еще дети рядом, это, да, это обычная практика, вот так, что прям на улице не курить, ну, это, в общем-то, скорее редкость. Ну, вот видите, опять же, да, это вот такая прогрессивная американская тема, то есть, с одной стороны, типа, марихуану, да, пожалуйста, покупайте, курите, да, а, значит, там, обычные сигареты уже там на улице и покурить нельзя, да, я, если что, не курю практически иногда, там, бывает, но я не курильщик, да, скажем так, вот, и мне скорее, скорее странно, вот такое, знаете, двойственное отношение к этим двум явлениям. Также обращать на себя внимание то, что в Денвере много, ну, не только прокатных велосипедов, но и вполне себе обычных велосипедистов, людей, которые передвигаются по городу на велосипедах, и, справедливости ради, не только в самом Денвере, но и в Колорадо. Когда мы ехали в национальный парк, там, ну, какие-то города проезжающие, иногда просто какая-то такая дорога вдоль трассы, и там реально очень много велосипедистов, и это бросается в глаза. Ну, и с другой стороны, соответственно, наверное, в плане ожирения Денвер, ну, может быть, в числе лидеров именно в плане того, что тут людей, страдающих ожирением, куда меньше, чем, там, не знаю, в том же Далласе, да, или, там, не знаю, в каких-то южных штатах, где, скажем так, проблема ожирения стоит куда более остро. Вот, ну, как видите, архитектура здесь, ну, не очень, что называется, замысловатая, то есть, как правило, такие, как бы, нормально выглядящие, да, дома, но я бы не сказал, что много каких-то примечательных небоскребов или бизнес-центров или зданий, оно все выглядит довольно спокойно. Вот, наверное, в этом нет ничего плохого, да, не факт, что как-то каждое здание должно кричать, посмотрите, я особенная, да, но при этом, скажем так, вот старые здания в Денвере выглядят все-таки получше, чем новые, новые как-то, ну, слишком, мне кажется, скучноватые, но, опять же, дело вкуса, я думаю, многие со мной поспорят. Кстати, вот тоже, заметьте, довольно широкие тротуары, значит, автомобильное движение организовано, ну, как правило, одностороннее, то есть, как бы, плюс-минус такая сетка, да, квадратная, и через одну дорогу, да, значит, одна, значит, в одну сторону, потом следующая улица в другую сторону и так далее. Вот, я бы не сказал, что трафик напряженный, при том, что это, да, было в воскресенье, значит, вот, видите, даже паркинг-гараж, он полный, да, написано было, вот, опять же, видимо, из-за спортивного вот этого вот соревнования, и день, люди как раз приезжают пообедать в рестораны, то есть, в общем и целом, да, это не рабочее время, но при этом народу много в центре, и ездить было, ну, относительно нормально, скажем так, не могу сказать, что движение в Денвере меня как-то сильно напрягло. А вот справа у нас довольно интересная вещь, это ресторан P.F. Chunks, и это, как вы можете понять по названию, азиатский ресторан, и он сетевой. Что в нем интересного, это то, что они, ну, как я считаю, довольно активно, по крайней мере, как-то во всех магазинах есть, и в Нью-Джерси было, и в Техасе, продают свою еду как бы в виде, ну, замороженном, то есть, которую греешь потом в, там, духовке, может быть, даже в микроволновке можно, я, честно говоря, не помню, вот, и, соответственно, ешь. И у них есть рестораны, в самом ресторане никогда не был, а вот замороженную еду ел, ну, что, довольно вкусно, кстати. Ну, и вот, как говорится, не только поесть, а еще и что-нибудь интересного можно посмотреть. Вот, пожалуйста, какая-то арт-галерея, ну, понятно, небольшая, но тем не менее, несмотря на вот эту вот проблему с бомжами, про которую я уже говорил, и, опять же, считается, что бомжей много, считается, что, как бы, Денвер стал хуже, да, но все, как говорится, познается в сравнении, не сказать, что вот то, что я увидел, меня как-то сильно ужаснуло, и мусора здесь тоже, я бы не сказал, что много на улицах, все довольно чисто. Так, а вот довольно интересный такой стенд стоит, там мужчина предлагает бесплатно получить Коран, причем перевод есть на английский и испанский языки. Там дальше, вот, прямо по курсу ездит на коляске безногий человек. Вообще, в Америке, ну, довольно часто можно увидеть, допустим, людей с протезом, да, а так вот, чтобы прямо без ноги вообще, ну, по-моему, довольно редкое явление. А вот такой ресторан, называется Illegal Burger, ну, мы туда и шли, чтобы пообедать. Ну, а вот такая пешеходная улица, ну, наверное, там один или два квартала, получается, перегородили. Дома вокруг такая, застройка довольно старая, с одной стороны, с другой стороны, что-то там явно какую-то реновацию делают. И здесь расположены всевозможные рестораны. Сейчас не сказать, чтобы такой час пик, ну, как бы для ланча уже поздновато, для обеда как бы рановато, это около двух, наверное, часов дня было. Вот, и, кстати, вот эти вот номера, которые висят вдоль улицы, это местная футбольная, ну, американская футбол-команда Denver Broncos. Вот, там слева люди сидят на лавочке, что-то едят, наверное, мороженое. Значит, помимо ресторанов, здесь внезапно есть такой какой-то магазин, какой-то странный, что ли, своеобразный обуви, который привлек мое внимание. Я не проверял, скажем так, демографию, статистику, но лично мне в глаза бросается то, что на улицах довольно много вот именно молодых людей, ну, то есть, в районе 20 лет, может быть, по возрасту. Возможно, это связано с тем, что вот там прямо, там, на самом деле, какое-то шоссе, еще что-то, но вот если вы видите вдали здание, это, насколько я понимаю, университет Denver, университет довольно большой, и вот он как раз находится неподалеку. Ну, впрочем, вот есть там с колясками, да, люди и семьи. Ну, в общем, как говорится, город, город выглядит, скажем так, знаете, живым, да, процветающим в плане того, какие люди на улице. Ну, вот, опять же, Starbucks, такая классика жанра, американская сетевая кофейня, которая есть плюс-минус везде, в том числе, иногда даже в местах, где ты не ожидаешь увидеть кофейню, но в Денвере это, мне кажется, естественно. А вот такой какой-то рисунок, да, уличный на асфальте, Taste of Mexico. Ну, наверное, там рядом какой-то ресторан мексиканский, или, может, здесь какой-нибудь фестиваль мексиканской еды был. Что это за буквы Z, я не знаю. А вот белый знак, это знак о том, что здесь нельзя ездить на скутерах, этих самокатах, да. Ну, понятно, электросамокаты имеются в виду, наверное, в первую очередь. И понятно, что в больших городах это проблема, потому что, вы видели, в каких-то улицах, да, на каких-то, там довольно широкий тротуар. А здесь, за счет того, что есть столики различных кафе и баров, ну, я бы не сказал, что много места, и человек на электросамокате реально, наверное, представляет некоторую опасность. А вот интересный бар, я не сразу понял, что это там, вон, за дверью, если вы заметите, золотая, ну, золотая, желтая, да, статуя Будды. Это, оказалось, какой-то японский бар. Интересно, я не ожидал такое, опять же, увидеть, но вот тем не менее. Что интересно, вот эти вот аллеи, ну, то есть вот такие технические, как бы, дороги, да, в Денвере там стоят такие знаки, которые говорят, что только, ну, для тех, кто, собственно, там хозяева, там, арендаторы зданий и так далее, кому зря туда заходить нельзя. Не знаю, в связи с чем, может быть, потому что иначе люди туда ходили и в темноте делали какие-нибудь незаконные дела. Вот, а вот, ну, парковка вдоль улицы, соответственно, паркоматы, стандартная более или менее для Америки тема. А вот здесь такая стоит какая-то вывеска, вот этот, типа, маркет, 14-я улица. Я так понимаю, что вот этот вот район, да, где вот все эти рестораны и прочее. Вот там карта даже есть вдали университет Денвера, а сбоку пабки, и там на всю улицу транслируются комментарии футбольного матча. На столбе интересная табличка, что, мол, законы о шуме здесь, как бы, требуется исполнять. А вот, интересно, называется Висконсин Таверн заведение на той стороне улицы. Не знаю, вот интересно, как, потому что, не знаю, в Брянской области назвать кафе Алтайский край. Звучит своеобразно и в целом, ну, не знаю, конечно, там какой-нибудь... Есть сетевое кафе Texas Roadhouse, да, ну, как бы, техасская кухня. Это техасская кухня Висконсин, он знаменит исключительно молочной продукцией, и я не уверен, что вот в этой таверне исключительно сыры и молоко. Вот, все-таки, если это таверна, там, наверное, что-нибудь там выпить и закусить скорее. А вот старая Subaru, ну, и вообще, Subaru в Калорадо очень много, потому что горы, снег, и, как говорится, здесь полный привод. Это важная опция. Дальше у нас идет какой-то магазин мужской одежды, я так понимаю, что это такое более молодежное. И, что характерно, вот это вот, Dry Cleaners, это химчистка. Ну, вот, мне кажется, что из того магазина вот в эту вот химчистку одежду не носят, потому что стили, как говорится, немного разные. Худи вряд ли кто-то в химчистку понесет. А вот довольно какой-то интересный магазин. Там всякие масла, насколько я понимаю, продают, и, значит, приправы и все прочее. В общем, прям вот такой отдельный магазин для масел, специй и так далее. Так, справа у нас парковка. Написано, значит, 16 долларов. Я так понимаю, за день знал бы, как говорится, сэкономил бы 14 долларов. Но, с другой стороны, не люблю я в эти гаражи заезжать, особенно на большой машине. А я на Chevroletletaco там ездил. Вот, значит, красная корова. Это стейкхаус сетевой. Удивительно, никогда их раньше не видел, а за два дня до поездки в Калорадо увидел такой в Далласе, когда снимал там видео про район Аптаун. Стейкхаус очень дорогой. Там самый дешевый стейк, Нью-Йорк Стрип, 69 долларов. А там под сотню уже более серьезные стейки. Вот. Но, как говорится, видимо, спрос есть. Люди, видите, сидят, обедают. Это дорогая цена, безусловно. Как бы там стейк можно и в два раза дешевле купить без особых проблем в США, в ресторане. Вот. А вот вообще это здание, это апартмент-комплекс. Вот это вот его типа такой стенд небольшой, да, какой-то рекламный. Вот. И я посмотрел, стоит квартира с двумя спальнями в месяц 3438 долларов. Там, ну, в общем-то, не дешево. С другой стороны, центр города. Такое место явно, скажем так, ну, которое не должно быть сильно дешевым. Но, в общем, сумма приличная. Сумма приличная, я вам скажу. Ну, и потихоньку наша прогулка близится к концу. Но я сейчас покажу несколько коротких моментов из других кусочков Денвера. И вы увидите, соответственно, немножко другой, может быть, менее парадный Денвер в том числе. Значит, вот едем. Там, вы видите, небоскребы видны. То есть, это не то, чтобы очень далеко. И здесь вот такое небольшое поселение бомжей, палатки и так далее. А это уже, скажем так, правительственный район Денвера. Ну, какие-то остановки, какие-то люди сидят. По-моему, не все из них, скажем так, куда-то собираются ехать. Вот это сбоку, это Капитолий штата. Ну, довольно традиционно. Это такое массивное здание с куполом. Но почему-то огорожено много там было желтой ленты. И не знаю почему, пришлось ехать. И только вот уже за углом я смог остановиться и хоть как-то сделать фотографию без этой ленты. Но гулять вокруг, честно говоря, не стал. Потому что вот в этом парке вокруг Капитолия какие-то мутноватые личности обитали. И, в общем, сильно не хотелось их провоцировать. Да и здесь, если вы видите, тоже лента висит. Ну и, соответственно, если к самому городу можно относиться по-разному, то вот природа вокруг, по-моему, просто замечательная. На этом на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи. Пока.